МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сценичную версию неоскончанная оповести Гарецкага, якая только в 1990-м годе про 71 год после первого выдания была передракована на белорусской земли, зарабили у Владислава Хроменко и Максим Климкович. Мастак по костюмах и сценографии Борис Герлаван у оформлении театральной пляцовки, как пазбегнуть обмежаванности, вырошу выкорастаться минимальными сродками, эффект присутности и продолженной просторы, выконывая видеоконтент, створенный Сергеем Тарасюком. Початок 20-х астагодзя. Бесповоротно меняется свет, яшы невидовошна, тедалепшаха гэтае змены. Ни старая, ни новая улады немаюць выразных аполюса, асярод людей сустрыкаюцца невырагодные простосаванцы. Дзве души гэта не толькі суперэшнаць сялянскага и панскага, гэта глобальная праблема выбора. Это философско-экзистенциальная литература. 19-й год, Першая Сусветная война, большевики, немцы, ишы на Беларуси. Як тяжкая человеку выбрать, с ким ён? Нікаторая грытыки лічыць дзве души раманам. Масштаба повісті і яе роля не стратіліся і ў замкнутый просторы театра. Ролі выконываюць два состава актёров. Усяго ў спектаклі занята некалькі десятка артыстаў, у Тымліку і студэнты Акадэмії Мастацтва. Маўчыма мінавіта сёння, калі за Сусветной глобалізаціей страшуецца національна каштовнасті, трэба паслухаць дзеялог дзвух душ ў національным театры, народной мові.